Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Не научились еще. Ну а какова же ваша цель? А ее нет. Нас не преследует призрак смертности, как вас. Мы бессмертны. Поэтому и пытаются подменить культуру, подменить традицию, подменить веру. Культуру заменить на цивилизацию. Но слово культура – это культ родной земли. Вместо этого нам предлагают блага цивилизации. Любая цивилизация – это паразитирование меньшинства за счет большинства и превращение природы в экологическую помойку. Всем рассвет сварога. Это видео я снимаю больше для тех, кто захочет найти в себе больше, чем животное существо. Больше для тех, кто хочет выйти из материального бега, из крысиных бегов, и войти в новую эпоху, которая называется День сварога. Человек – самое странное существо на земле. Парадокс состоится в том, что в нем есть как животные сущности, так и божественные. Это у нас сила воли. Свобода воли заключается в том, что мы имеем эту силу воли. И мы можем превзойти себя в этих пороках детей человеческих, чтобы жить более свободно и созерцать больше, видеть больше, наслаждаться жизнью больше. Что же делает человек и человеком? А человек и человеком делает у нас как раз свобода воли и сила воли. Если вы не применяете силу воли в каких-то аскезах или практиках, которые вынуждают вас побороть самого себя, то вы никогда не почувствуете этой силой внутри. Эту силу можно почувствовать только входя в какие-то аскезы, начиная с минимального какого-то проруби, стояния на гвоздях, избегать пороки детей человеческих. И вы должны осознать, что вы можете, по сути, и без этого, если вы будете стремиться ко всему материальному, вы себя просто загнобите. То есть, если вы начнете отсекать все потихоньку, то вы становитесь аз, есмь, царь. Царь – это тот, кто может быть один и не чувствовать при этом одиночества. Вы можете ходить на природу один, вы можете ходить где угодно один, по миру хоть ходить один, и вы не будете чувствовать какого-то одиночества и того, что вас кто-то не одобряет. Вы просто вот это отключаете все и становитесь настолько свободными, что иногда даже кажется, на что же потратить это время, на что же его потратить. Все проблемы человечества, все проблемы человечества сегодня заключаются в его пороках детей человеческих. То есть, вот люди ходят там, мусор собирают, сейчас волонтерствуют, волонтеры, ну это молодцы они, конечно, но это не дает большого шага нам никакого. То есть, весь корень в проблемы у нас в порогах, понимаете. Если мы не научимся их избегать, мы так и будем мусорить. Неважно, кто там за нами убирает, или мы убираем сами, будут рождаться те, кто будет все равно мусорить. И надо как бы прививать этот уровень сознания, то что если человек хочет жить на земле в гармонии, то он должен научиться избегать пороки детей человеческих. Почему детей? Вот вы раньше играли в песочницу, а почему сейчас не играете? Вот поэтому и детей. Сейчас у нас песочница это город, и мы в нее играем. Там мы работаем пять через два, кто-то вообще шесть через один. Угнетаем себя. Я считаю, что это угнетение, причем заработок не составляет удовлетворительную какую-то сумму. И никогда не будет ее составлять, даже если вы будете миллионером, вам всегда будет всего мало. Вы будете пытаться все больше и больше отхватить, боясь, что завтра вдруг что-нибудь где-нибудь провалится, и у вас этого не будет. Вот. И так вот мы идем по жизни сейчас. Надо сейчас выходить из колею и всать югу. То есть из ночи сварога, рассвет сварога и в день сварога. И это видео больше я снимаю для тех, кто, скорее всего, будет еще. Потому что сегодняшнее поколение не готово к этому пути. А кто в семье состоит, тем более будет сложно, потому что чаще всего у нас сегодня женщина якорит очень сильно. Как бы это прискорбно ни звучало. Женщины не хотят развиваться в духовном плане. А мужчины могут. Но так как у нас мужчины все бритые, волос у них нет, они теряют свою силу воли, свободу воли. Вот это вот, как это называется, когда в семье мужчина царь. Это у нас. Ну, в общем, мужчина должен быть в семье, как бы центром от него. Он должен всегда вести, указывать путь, а женщина должна ему помогать. Вот. И этот путь был бы правильный для нашего мира. Потому что мужчина может проявить такую силу воли, которую женщина никогда не сможет проявить. Поэтому он может ей помочь, побыть рядом с ней в какую-то трудную минуту, чтобы она не сдавалась. И вырулить ее на этот уровень, понимаете. И в парах сейчас сложно начинать какой-то духовный путь, потому что в основном все зациклено на пороках детей человеческих. Работа-дом, работа-дом. Пороки похоти, вожделения к еде. Удовлетворение какими-то театрами, киношками, ресторанчиками. Все это у нас отнимает время на то, чтобы заглянуть в самих себя. Мы должны заглянуть в самих себя. К чему мы можем прийти? Вот в писаниях написано в разных, по-разному все. Мы можем прийти, первое, к освобождению от материального. Второе, мы можем прийти к спасению. К спасению от чего? Спасению от какой-либо смерти или старения, даже замедлить свое. То есть пороки это как программы. Вот представьте, искусственный интеллект. У него есть пороки. Если бы у него их не было, он бы не жил, ничего-то не выполнял, что-то не делал. И эти пороки как бы нами управляют. Но мы в то же время имеем свободу воли управлять над ними. То есть мы можем ими управлять, их останавливать, контролировать, уходить в концентрацию и тому подобное. И также, по идее, есть программа старения. Программа устаревания, когда человек, в принципе, уже все надоедает, и он начинает себя еще больше угнетать. Он начинает деградировать телом и духом. То есть тело, даже не духом, больше телом. И тело начинает потихоньку стареть и умирает. Для того, чтобы вы могли остановить, вам надо научиться избегать пороки детей человеческих. Кто избежит всех 16, написано, тот и придет к какому-то такому консенсусу. Он начнет вот так по щелчку пальца выключать и включать пороки. Вы можете включать и выключать пороки всегда. То есть вам не обязательно жить в порочном кругу постоянно. И вам не обязательно в компании потакать порочному кругу. То есть вы можете, если там начались какие-то пороки или странные какие-то вещи творятся, вы можете просто уйти. Потому что вы духовный человек. Вы можете контролировать это. Они не могут, вы можете. Не надо прогибаться. Понимаете? В нас есть сосредоточение, сила воли и умеренность. Вот эти три параметра, можно сказать, таких интересных. Смотрите, чтобы понять, почему мы такие вот странные. Почему нам нужен комфорт. Вот смотрите, у нас, когда вот мы только детьми родились, у нас выношивал мать, отец нас воспитывал. У нас было всегда открыто лицо. И на морозе, заметьте, лицо, ну как на таком морозе, на слабеньком, конечно. Лицу как бы относительно пофигу. Лицу как бы нейтрально. Если относительно тела смотреть, да, вот тело мы укутываем всю жизнь. И у нас оно очень сильно реагирует. То есть мы чувствуем вот эти покалывания, морозы, да. На самом деле мы можем целиком привыкать к этому. Но надо начинать плавно и медленно в это вступать. Вот так же мы можем и есть, и пить какое-то время, да. И это тоже дает нам какие-то свободные такие, какую-то свободу. Я вот, например, когда голодал, я подходил к холодильнику первое свое время и думал, а что я подошел. А на что я потратил теперь время, если у меня есть, ну как бы мне не надо есть, да. То есть я подхожу к холодильнику, понимаю, что мне не надо есть. Тогда я не понимаю, на что тогда мне тратить время, да. И я начинаю заниматься какой-то практикой дыхательной, например. То есть я что-то вкладываю в себя постоянно. На это нужна сила воли. И вот где ее брать, где эта мотивация? Нужно найти ее. И вы должны начать это искать. Потому что иначе мы видим, вот что сейчас с землей происходит. Порабощение природы, угнетение народа. Богатые начинают творить тут ерунду, ставить везде заборы, закрываться. И получается просто несправедливость везде расти начинает. Вот. Сейчас мы дошли до того, что воюем со своими братьями. И это вообще... Это неправильно. По поводу усов, броды, волос. У мужчины длинные волосы, ребята. У мужчины длинные волосы. И вы должны не вестись на поводу в систему, да. Не стричься там, как все это делают. Не бриться. Слава богу, мы еще не красимся. На некоторых племенах там и красятся, и губы делают там всякое. Кто-то внедрил это когда-то, да. Это мода мышления. Такая мода мышления. Но я считаю, если вы как бы с богом живете, да. Если вы верите в бога и в замысел этого творца, или верите в эволюцию, то все вот это вот. Вот это, вот это, это. Оно все вам дано для чего-то. И вы должны понимать, для чего это надо. Волосы это ваша интуиция, ваша сила. Усы и борода. Ну, знаете, я заметил такую тему, что ребенок даже вот, если его тренируешь или чему-то обучаешь, он лучше вас слушается, если у вас есть борода и усы, чем если у вас нет. То есть, если у вас нет, то он вас воспринимает как дитё. Такое же, как и оно. То есть, ребенок воспринимает мужчину без усов и без бороды, как такого же ребенка просто и все. И надо понимать, к чему мы стремимся, когда мы изобреваем это все, да. То есть, это какое-то желание быть чистым, как младенец, там, я не знаю, или еще, что это такое-то вообще. Вы должны понимать, кто это привил и когда. Все наши правленцы ходят с бородами и с усами и с волосами. Прячут они просто под черную шляпу это все. Вот. Волхов-то сейчас не осталось практически, поэтому вам никто это не расскажет. И вам надо разбираться во всем, что вам говорят сбрить. То есть, подмышки в паховой области. Все это надо, все это в природе несет защиту. Даже на ногах волосики вот эти несут защиту. Там, например, клещ у вас ползет, если вы не пьяный, то вы его почувствуете, как он шевелит ваши волосики. Там, понимаете, это все механизмы, они вам дарованы. И вы должны их принимать, а не отвергать их. Ну, знаете, это как, если толпа стрижется и бреется, то надо и мне тоже. Если я буду отличаться, то я стану изгоем. Вот вы не должны бояться стать изгоем, не должны бояться одиночества. Вы должны понять, что приняв творение Бога, то, что на вас есть, вы даже дольше будете жить, дольше проживете, меньше будете торопиться, больше силы воли у вас будет. Все это работает только на благо, на ваше благо. Вот такой грохот смысла я вам сейчас принесу. Если вы пришли сюда и чувствуете, что город вас угнетает, это все происходит из-за ваших 16 порохов детей человеческих. То есть вы ведетесь просто на животные вот эти пороки. И из-за этого начинаете свестись на все, что делают другие люди. На зависть вот на эту. То, что одних это есть, у меня нету. И давай пытаться достичь того же самого. Вот бывает просто едешь, встречаешь каких-то мужиков, они построили дом и сидят вдвоем унылые. То есть люди просто приходят к такому, к этой зависти, да, и понимают, что там в принципе ничего нет, зачем они шли. То есть они просто оседло образ жизни принимают. На самом деле, что надо делать? Надо ходить больше на лыжах, на каяках плавать, по миру ходить. Стараться больше уходить на свою природу изучать. Чем больше вы внедряете сознание свое во окружающее пространство, тем больше вы начинаете следить созерцанием вот этим, за тем, как все происходит. То есть как живут животные, рыбы. И вы начинаете сравнивать себя с этими животными, понимаете? И у вас приходит понимание о том, что почему у них так все просто добывается, да? Они вот летают, что-то, хоп, еду схватили, улетели там, дальше полетели, свободы много у них. А человек, как саморазумное существо, не может так взять что-то и побежать. Ну, летом может, а вот зимой уже тяжелее. Зимой я вот на голодание хожу на лыжах. И я находил, когда начал все раз это все практиковать, вот буквально в своей среде, я нашел 6 видов съедобного. Это у нас торнослив висит зимой даже. Я ранетки мороженые. Ну, можно их поесть. Хоть они бывают изобродившие, а бывают нормальные. Шиповник, Бояршник, Барбарис и Калина. Ну, вот, пожалуйста, вам. На самом деле, я думаю, что можно найти еще что-то, чего я просто пока не знаю. Ну, вот я к этому иду, чтобы понимать больше и быть свободнее больше от этого всего. От вот этих крысинок-бегов, понимаете, в городе, который происходит. И каждый раз, когда я ухожу на природу, у меня формируется иммунитет к городу, к городской вот этой суете. То есть я вижу все, что люди завидуют, друг друга цепляют, начинают расспрашивать, а что у тебя вот этого нет? А вот это вот есть. Вот у него семья, а у тебя нет. А вот у него дети, а у нас нет. И мы стремимся быстрее, быстрее. И в итоге вот некоторые в 16 лет уже у них семья, в 20 лет семья. И вот вопрос, куда мы идем? То есть рождаемся, чтобы родить. Понимаете, да? Смысл жизни человека родиться, чтобы родить. Представляете, что это такое? Нет, все не так. Здесь нужно добиться своего успеха вот этого. Не успехов в социуме, которые придумали. Ну, они там придумали много чего. Яхты есть, значит, успешен. Если есть семья, значит, успешен. Вот это все, по сути, придумано теми, кто хочет управлять. И для того, чтобы им было легче управлять, им надо, чтобы у вас была семья. Потому что, когда вы один, вы можете проявить какие-то странные, допустим, такие, ну, не странные. Вы можете пойти за справедливость. То есть пойти настолько, что не будете ни о чем жалеть, получается. А когда у вас есть семья, то вы будете говорить, а у меня семья, я не буду бороться за справедливость. Вот я живу, как живу, и фиг с ним, что там происходит. Я буду защищать свою семью. Это эгоистичный склад ума, получается, такой в обществе. И вот это разделяя и властвую, как раз здесь и работает так. То есть если у вас есть семья, они творят, что хотят. Вот, что хотят, творят. Они вас разделили. И вы не можете собраться особо вместе, потому что у вас работа пять через два, и выходные тратить на что-то, на какую-то борьбу вы не хотите особо. И получается так, что если что-то вдруг где-то вроде несправедливость, вроде вот надо отстаивать ее, но вы боитесь, что вас там государство повяжет, еще что-то. И вот тут-то получается так, что мы начинаем меньше бороться за справедливость, и в этом вся и опасность сегодняшнего человечества. То есть человечество, доброе вот это вот счастье, которое, ну, с минимумом денег, которое вот ходит на природу, понимает что-то, да, они не могут иметь сегодня какую-то силу, потому что нет сплоченности. Вот. И другой силы я пока не найду. Она есть, конечно, ее надо просто найти. Но все обстоит так, что когда у вас семья, вы не можете бороться за справедливость, потому что вы будете больше стараться оставаться в семье и нетронутыми. Понимаете, о чем я говорю? По поводу аскетичных практик вам скажу, что, допустим, давайте вот просто поиграем в такую игру. То есть вы можете начать ходить в прорубь, но вам надо пройти эту практику 21 день. То есть 21 день вам надо ходить на прорубь, чтобы понять, что это вообще такое. Ну, хотя бы один день сходите, да, чтобы понять. Ну, понятное дело, что вам сначала это будет не понравиться, не в кайф. Кто-то сразу поймет, что вот эйфория наступает после проруби, и вы так вылазите, и вам как будто жарко становится. И вот это вот чувство, что вы в трусах, в плавках, там, в купальнике стоите, а все вокруг у вас ходят в шубах. Вы не понимаете, как такое возможно вообще на какое-то время. Ну, и вот эта вот практика, как бы проруби, она дает тоже устойчивость к стрессам, ко всем. Вы меньше стрессуете. Потом есть практика голодания, сыроедения и вегетарианства. Вот у нас после мясоедения идет вегетарианство. Можете повегетарианить два месяца, месяца, так вот без мяса побыть. Потом вы можете попробовать сыроедение месяца два-три без мяса, без жареного, без вареного. То есть вы должны есть все сырое. Даже орехи жареные нельзя есть. То есть все сырое это у нас. Орехи тоже сушеные получаются у нас не жареные. Бывают жареные продаются. Семечки тоже не жареные, сырые вы должны есть. Чай пить нельзя, кофе нельзя пить. Вы можете пить только воду сырую. Лучше из родника вообще. И можем поиграть в эту игру, как бы вы можете сами с собой поиграть в эту игру. И последний этап после сыроедения это голодание. Ну, точнее, даже не последний, а предпоследний получается. Голодание на воде. Ну, вы можете зайти на один день сначала, потому что для некоторых это очень сложно. Вот, вы на один день заходите, с утра просыпаетесь и ничего не едите весь день. И на следующий день только с утра вы можете поесть. Вот. Это... Или попить. Ну, вы можете весь день попить, как бы, да, но на следующий день вы не должны есть. Вот. И... Следующая, самая последняя стадия это сухое голодание. Оно вообще интересное очень, потому что там вообще могут происходить с вами такие странные вещи, как вы можете почувствовать, что вы были наркоманом, пищевым, пищевым наркоманом были, представляете? Я потом после сухого голодания зашел. После сухого голодания зашел в магазин, смотрю на все это, вот на этот супермаркет. Столько там всего. И понимаю, что это просто чей-то бизнес. Просто люди пытаются на нас заработать деньги, да, вот на этом, на товаре. И все красиво в разных упаковках, в двойных упаковках. Все это не экологично, потому что все это выбрасывается в мусор. И думаю, блин, мы же просто пищевые наркоманы. Здесь нет настоящей вообще еды человека. И чаще всего я начинаю понимать сегодня, что все болезни, болячки и внутренние какие-то ослабления организма происходят именно из-за такой еды. То есть мы едим не природную еду, там, да, вот в полях и лесах, которые добываем, а едим еду, которая выращена в парниках, в теплицах, на каких-то дрожжах, там, на специальных удобрениях. И так далее. И некоторые виды вообще мутированные. То есть вот эти большие яблоки это мутанты у нас, большие сливы это мутанты, большие груши это тоже мутанты. Вот вы выйдете на природу и посмотрите, как дичок выглядит. Вот. И попробуйте его на вкус. Там большая концентрация из витаминов. Его невозможно много съесть, что говорит о том, что вы не сможете чревоугодничать, да, на этом, как бы, и есть много, сразу, много съесть у вас, то есть этих плодов не получится никогда. Вот. И поэтому в природе так-то все сбалансировано было, но человек, вот, из-за того, что разумность у него такая, он в лень почему-то ушел и начал изобретать такие вещи с ленью, что мам, не горюй, как говорится. Все пытается облегчить свою жизнь, облегчить вот это вот все страдания, которые приводят к силе, по идее. Страдания, они к силе ведут. Вы либо отпускаете, либо умираете. Вот. Вы должны внутри себя отпустить это. Так же я скажу вам по поводу того, вот, люди говорят друг к другу, прими себя, прими себя. Ну вот, примите себя, вот, примите себя. Усы, борода, волосы, не брейтесь подмышками, не брейтесь в паховой области. И посмотрите, как это все работает, внимательней просто. Я знаю, что система, конечно, не даст вам наблюдать за собой, потому что она отвлекает чаще вот этой суетой. Все куда-то надо, где-то что-то надо, везде надо быстрее-быстрее. И вот так вот мы перегораем, как говорится, просто выгораем. Я вам советую найти вот эту гармонию какую-то в системе, хотя бы, если вы живете и нравится вам, то вы должны все равно стараться найти гармонию и выходить хотя бы на природу, просто один раз в неделю хотя бы просто уходить куда-то своими мышцами, там, идти. Не на машине, на лыжах, на каяке, на коньках, там, по протокам. Вообще, цель всех аскетичных практик это убить в себе страх. Все страхи. Как только вы убиваете все-все страхи, вот эту, боязнь пауков, вы должны подойти до тронуса до паука, до какого-нибудь, ну, и подержать его в руках хотя бы, чтобы понять. Боязнь тараканов, боязнь змей, боязнь темноты, там, пещер. Вы должны убить все страхи, чтобы взрослеть, понимаете? Если вы эти страхи не убьете, то вы до сих пор ребенок. Боязнь глубины, то есть вы должны научиться нырять, плавать. Вы человек, духовная сущность, вы все здесь должны контролировать, сажать деревья, да, не только ради пропитания, да, за забором, за своим, но и для красоты, чтобы природа стала красивее, да, посадить деревья там, где их вырубили, например, или посадить кувшинки какие-нибудь там, где их нет, можно посадить кувшинки, где они были, например, и их там не стало. Вот, и все это для красоты человек, он такое, он делает все для красоты здесь, если он правильно воспитан, правильно развивается, у него нет страхов, и он делает все для красоты, созидает и живет, в принципе, себя становится только красивее, и природа даже кормить начинает людей, не может кормить. С этого и начинается, юга. Ну, и вот, получается так, что, чем больше денег, тем больше пороков, чем больше пороков, тем больше ошибок на духовном пути, понимаете, то есть, такая, в принципе, понятная арифметика. И если кто-то к чему-то стремится, не обязательно пытаться бежать и успевать то же самое, что и он, понимаете, здесь много всего интересного, конечно, есть. Главное, слишком не рульнуть во тьму. Не позволено привязываться. Нельзя ничем владеть. Но одно ты должен знать об эмоциях. их нужно сдерживать. Это сплошной парадокс. Без сдерживания, без контроля, эмоции хаотичны. Тогда в чем разница? Разница в том, что когда мы хотим чувствовать, мы можем. Ты слаб, сын Эллен. не уверен в себе? Тот факт, что ты обладаешь моральными принципами, а мы нет, дает нам эволюционное преимущество. Если история что-либо доказала, так это то, что эволюция всегда выигрывает. ушно... я может охved со-иск, первое – выход. Продолжение следует...